Конец весны и лето – самая горячая пора для ремонтных и реконструкционных работ на тепловых сетях. Отопление у населения отключили, нужно вкладывать деньги. Филиал компании «Т-Плюс» на регион в этом году выделяет 555 миллионов рублей. Они будут потрачены на восстановление магистральных тепловых сетей. Реконструируют 12 участков сетей теплоснабжения, это около 3 километров. На станции инвестиционная программа у нас порядка 200 миллионов. Будет реконструкция котлов, вспомогательного оборудования. Ну и не забываем, что еще около 200 миллионов – это ремонтная программа как по сетям, так и по оборудованию станций. Надеюсь, что те вложения, которые в этом году планируется произвести, они также позволят нам безаварийно, успешно и надежно пройти следующий отопительный период и принести минимум неудобства и ограничений для жителей города. Завершение кампании прошлого года можно считать удачным. Аварийность снижается. Как раз за счет того, что специалисты Т-Плюс выявляют былевые точки на карте сетей города и устраняют их. Разумеется, 3 километра трубопроводов для реконструкции на весь областной центр не так и много. Да и на модернизацию ТЭЦ нужно потратить больше запланированных 200 миллионов рублей. И это возможно, если бы у населения не было таких долгов перед ресурсниками. За электроэнергию и тепло от юрлиц по полтора миллиарда рублей. Физлицы недоплатили 259 миллионов. По электрите у нас несколько увеличилось на 100 миллионов рублей. Но это практически в темпах роста тарифов. То есть, в принципе, где-то у нас цифры сопоставимые. По теплу отрадно мы идем на уменьшение порядка 300 миллионов рублей. Связано, в первую очередь, это и, в принципе, с урегулированными взаимоотношениями с крупными должниками. В первую очередь, гортеплоэнерго, Кохма, который дает нам достаточно в настоящее время стабильный, понятный, самое главное, денежный поток. Мировое соглашение было заключено весной прошлого года с компанией «Ивгортеплоэнерго». Они уже погасили 400 миллионов рублей долга. Ну, я просто напомню, мы там разные методы пробовали, включая там и банкротство, и разного там уровня применения разных там силовых разных методов по «Ивгортепло». Ну, слава богу, я только за то, что так разрешилось в итоге. И мы имеем действительно работающее мировое соглашение. С населением ведется обширная и планомерная работа. С этого года, чтобы повысить собираемость по платежкам за электроэнергию, заключили договоры с коллекторами. Ежемесячно отключают за неуплату до 900 человек.